Медиагруппа «Авангард» представляет Я директор учебного центра информозащита. Это компания, которая профессионально зарабатывает деньги на том, что безопасники не все знают. Но я понимаю, что студенты и деньги – это не всегда совместимые вещи. Единственное, чем располагает студент в достаточном объеме – это время. Поэтому меня попросили сделать обзор совершенно бесплатных ресурсов, которые помогут вам накачать свои мускулы как безопаснику. Будет несколько групп ресурсов. Первое – это то, что поможет вам определиться с тем, чему учиться. Второе – это набор ссылок на бесплатные курсы, на которых можно поучиться, как следует из их названия, совершенно бесплатно, но разным вещам. Третье – это набор документов, потому что от документов мы никуда не денемся, читая которые, вы станете лучше справляться со своей работой. Ну и четвертое, наверное, группа ресурсов, которые, на мой взгляд, очень нужны для того, чтобы быть в тонусе, следить за новостями в отрасли и тому подобное. Будет очень много ссылок, поэтому в конце будет QR-код, чтобы скачать мою презентацию, чтобы вы потом в дальнейшем этими ссылками могли воспользоваться. Начну с чего? Ну, сегодня на самом первом выступлении говорилось очень много о карьере. Для того, чтобы начать эту самую карьеру, нужно для начала устроиться на работу. Тут есть для вас две новости – хорошая и плохая, как в том анекдоте. Хорошая в том, что безопасников сейчас в нашей стране, да и не только в нашей стране, очень сильно не хватает. В нашей стране это усугубляется еще дополнительно демографической ямой, потому что вы родились в тот период, когда в стране все было очень неспокойно, и далеко не все решались заводить детей. И эта картина лет 10 будет вам помогать находить работу, потому что конкуренции на рынке труда будет меньше. Плохая новость состоит в том, что работодатель вас, как вчерашних студентов, как квалифицированных работников не воспринимает вообще. Поэтому доказать ему, что вы квалифицированные люди, будет очень-очень непросто, и попасть на хорошую работу сразу со студенческой скамьи крайне нелегко. Но тем не менее шанс есть всегда, нужно следить за тем, что происходит, выбирать ту компанию, в которой вам хочется работать, и пытаться в нее попасть. Первое, что рекомендую, найти вот такую книжку, внизу ссылка, где ее можно почитать совершенно бесплатно. Это известный американский автор, который пишет такие достаточно легкие по содержанию бизнес-книги, но очень практические пошаговые советы, типа как определяться с тем, чего вы хотите, как этого достигать, как собирать информацию о компании, куда вы хотите прийти на работу, как подстраивать свое резюме под конкретную компанию, потому что он пишет, что нельзя написать одно резюме, вот закинуть его там на хохору и ждать работу своей мечты. За работой своей мечты нужно побегать, и эта книжка учит, как это делать правильно. Следующий ресурс, который помогает определиться, вот как построить свою карьеру. Несколько лет назад в Америке запустили национальную инициативу обучения по кибербезопасности. В рамках этой инициативы там создано много достаточно ресурсов, отчасти я чуть позже расскажу. Они сделали вот такой вот ресурс CyberSeek. По большому счету он предназначен для тех, кто ищет работу безопасника в Штатах. У него есть красивая интерактивная карта, которая показывает, в каких Штатах сколько каких специалистов не хватает, сколько в этом Штате за такую работу платят денег и тому подобное. Но кроме этого у них есть вот такая интерактивная карта планировщик карьеры, когда выделены самые распространенные функции безопасников, самые массовые должности, поделены на три категории – новичок, середнячок и профи, и нарисованы там пути, как можно строить карьеру, то есть определяете, условно говоря, конечную цель и смотрите, каким путем к ней лучше идти, с кого начинать, на кого переходить в среднем уровне, к чему стремиться в конце. По каждой позиции можно посмотреть набор навыков, которые рекомендуется иметь на такой позиции, набор сертификатов, если это применимо и так далее. Следующий очень интересный инструмент, что-то среднее между документом и именно инструментом, разработанный в рамках той же самой национальной инициативы обучения по кибербезопасности, это некоторый профессиональный справочник того, что должны уметь безопасники, занимающиеся разной работой. То есть они побили все там на определенные градации, выделили там на самом низовом уровне 52 роли, и для каждой расписали набор, чего он должен делать на работе, что он для этого должен знать, уметь и какими навыками владеть. В идеале, конечно, так, чтобы один человек выполнял одну роль, в жизни не бывает, поэтому любая должность безопасника – это некий набор ролей, поэтому знать, уметь и так далее придется очень многое. Но этот документ помогает достаточно трезво взглянуть на любую работу безопасника. Потому что начинается это с чего? Выбираем какую-то роль, например, для примера сетевой администратор, и смотрим, что делает этот администратор. Для того, чтобы с этими вещами справляться, есть список знаний. Это очень похоже на профстандарты, которые пишет наш Минтруда, который принимает наши Миноборнауки. Единственное, что если откатиться чуть назад, то есть они достаточно хорошо расписывают вот эту часть, но практически ничего не пишут про это. В профстандарте вот это более низкого уровня вы не найдете. Потому что стандартный профстандарт, он документ страниц на 30. Вот этот документ, если мне память не изменяет, страниц на 200, и плюс приложение еще по каждой специальности, еще листа на 3-4. То есть он более детальный. К тому же, если посмотреть на вот эти знания и навыки, они практически универсальны. Ну, раз прозвучало слово «английский язык», сразу скажу, что ресурсов на русском языке, которые можно осваивать бесплатно, крайне-крайне мало. Поэтому безопасник и английский язык должны дружить как минимум на уровне технический английский. То есть от вас не требуется разговорного, хотя это тоже как бы в жизни полезно, но технический английский вам должен быть почти как родной. И перейдем к следующему ресурсу. Есть такой достаточно известный американский санс-институт. Знаменит тем, что, наверное, читаются самые-самые крутые курсы по безопасности, которые можно встретить на рынке. Минус от 1000 долларов за день обучения. Но несколько лет назад они запустили вот такую CyberAce-инициативу, в рамках которой сделали порядка 30 достаточно коротких видеоуроков длительностью от 10 до 25 минут, которые охватывают практически весь спектр того, что должен делать безопасник на уровне администрирования рабочих станций и серверов, администрирования сети, администрирования безопасности в организации в целом. Очень глубокого уровня там ждать не нужно. Но, на мой взгляд, чем полезны эти курсы? Любому из вас, если вы станете безопасниками, очень много придется работать с рядовыми пользователями. Вот эти курсы дают понимание правильных слов и правильных моментов, на которых нужно акцентировать внимание рядовых пользователей вашей системы, бухгалтеров, операционистов, кого угодно, которые имеют очень поверхностное представление о том, что такое безопасность, как заботятся о конфиденциальности информации компании, в которой они работают и так далее. Вот послушав вот эти вещи, вы научитесь правильным словам и правильным акцентам, которые нужно расставлять в беседах с рядовыми пользователями, что затыкать ту огромную дырку, которая есть у них в голове. Соответственно, по каждому уроку это запись вебинара, опять же, на английском языке, слайды, чтобы читать, голос за кадром, который что-то помогает осваивать. Следующий ресурс, Open Security Training, группа энтузиастов несколько лет назад начала собирать любые доступные записи интересных выступлений, курсов и тому подобное, и складывать их в одно место. Минус в том, что они года три назад утратили интерес к этому, за последние три года не было ни одного нового поступления. Но тем не менее, на данный момент, на 63 дня интенсивного обучения в режиме 8 часов в день. То есть можно найти курсы для начинающих, для середнячков, для продвинутых, тематика сильно варьируется. Нужно понимать, что это бесплатный ресурс, собранный с миру по нитке, поэтому каких-то претензий к тому, что там размещено, предъявлять некому. Но тем не менее, это курсы, в которых можно найти достаточно глубокие технические тематики. И это курсы, в которых, собственно, помимо презентации, записи выступлений ораторов, есть еще и архивы с некоторыми инструментами, о которых рассказывается на этих презентациях, которые можно попробовать и которые полезны в реальной практике безопасника. Самый крутой, на мой взгляд, бесплатный ресурс, который можно найти на сегодняшний день, это набор курсов для специалистов security operation центров, разработанный Европейским агентством кибербезопасности. 23 курса, из которых примерно треть, они для начальников и для юристов, работающих в организациях, две трети для технарей. Про то, как выявлять инциденты, про то, как расследовать, почему это смогло произойти, и про то, как реагировать. Область достаточно узкая, но по глубине, это, еще раз повторюсь, самое крутое из того, что можно найти за бесплатно. То есть выбираете любой из этих курсов, по нему есть учебник для слушателя, по нему есть учебник для преподавателя, потому что к каждому этому курсу предлагается виртуальная лаборатория в виде образов дисков, и, соответственно, учебник для преподавателя помогает эту лабораторию развернуть, чтобы вы потом в ней работали. Соответственно, можно совместить в себе и учителя, и ученика одновременно и поработать с достаточно интересными инструментами. Ну и, соответственно, книжка для слушателя, она расписывает все шаги, все лабы и тому подобное, что в рамках этого курса разворачивается. Настоятельно рекомендую посмотреть эту вещь, потому что инструменты, которые там есть, они не просто вам дали архив с утилитами, которые полезны, а еще и ментор за кадром расскажет о том, что с этими инструментами делать, в каких случаях какие лучше применять, на какие кнопочки нажимать и тому подобное. Есть еще достаточно много ресурсов, на которых можно попробовать найти бесплатные курсы, но нужно понимать, что первые четыре образовательных платформы – это люди, которые на курсах зарабатывают деньги. Да, у них есть бесплатные курсы, но, как правило, это очень-очень такой начальный уровень для того, чтобы заманить вас дальше платить денег. Но не чурайтесь этого, слушайте то, что можно, потому что даже начальный уровень иногда подают настолько хорошо, что вы из любого бесплатного контента извлекаете какие-то ценные зернышки. Два последних ресурса – это окологосударственные тренинги, примерно то же самое, что сделали европейцы, но на более примитивном уровне сделано в Америке. Отдельно можно отметить, что самый последний ресурс – он ориентирован на специалистов, работающих с СУТП, потому что бесплатных курсов по СУТП не встречал больше нигде. У них хоть что-то есть. Если попадете в такую организацию, в которой есть система управления производством и тому подобное, обратите внимание на этот ресурс, может быть полезно. Следующая группа ресурсов – это некие документы. Слышали когда-нибудь про такой стандарт? Это немецкая калька с международного стандарта 27.00 со всеми последующими документами. Но в чем его прелесть по сравнению с первоисточником? Немцы жутко педантичные и практичные. Они убрали практически всю воду, оставили максимум практики и выпустили вот такую вещь, которую в 27.00 вы просто не найдете. Каталог, в переводе с немецкого, наверное, это звучит как IT-советы. Я бы назвал это такие полноценные лайфхаки на каждый день. Обратите внимание на объем этого документа. Тут можно найти ответ практически на любой вопрос, с которым вы можете столкнуться в реальной жизни. 700 страниц – только описание угроз безопасности, с которыми сталкиваются современные организации. Более 3000 страниц советов по тому, как что-либо настраивать. Причем, если посмотреть на оглавление, тут будет не только чисто IT-безопасность. Тут будут поверхностные или не очень поверхностные знания по объектовой безопасности, по электробезопасности, по безопасности работы с персоналом. То есть в зависимости от того, на какую стезю у вас будет ваша карьера заводить, вы по каждому направлению найдете блок советов, что на этой НИВе делать правильно. Соответственно, затрагиваются самые разные вопросы от простейших паролей, парольная политика, настройки операционных систем, настройки серверов, настройки виртуализации, настройки прав доступа, удаленного доступа. Еще раз повторюсь, 3000 советов по разным направлениям. Скачайте себе эту книжку, она совершенно бесплатна, на английском, на немецком языке, какой вам ближе. На русский не слышал, чтобы даже кто-то собирался это переводить. Примерно раз в полтора-два года они выпускают обновления. Сейчас уже 15-я версия этого каталога доступна в виде HTML-версии, в виде PDF можно скачать 13-ю. Следующая группа ресурсов – то, что позволяет безопаснику быть все время в тонусе и знать о том, что по-крупному происходит в отрасли. Это некоторые новостные агрегаторы, которые собирают информацию из разных источников и представляют ее в консолидированном виде. Что хорошо, здесь есть несколько ресурсов на русском языке. На первое место я поставил Security Lab. Наверняка знаете, посещаете такой ресурс. Ресурс, который спонсирует компания Positive Technologies, поэтому они достаточно оперативно переводят большое количество зарубежных новостей. они позволяют следить за тем, что происходит в отрасли, какие появляются новые продукты, технологии и так далее. Достаточно хороший ресурс антималвея, но они поуже смотрят на проблему, потому что изначально они создавались как ресурс, продвигающий антивирусы в различных их ипостасях. Сейчас они смотрят чуть шире, но тем не менее фокус у них все-таки поуже, чем у Security Lab. Сайт БИСа – это более бизнесовые новости, которые тоже, на мой взгляд, имеет смысл отслеживать, потому что там проскакивают новости о проведении различных мероприятий. Очень часто после них выкладывают презентации ораторов, в которых можно почерпнуть что-то интересное. Два последних ресурса – это зарубежные ресурсы, которые очень часто становятся ньюсмейкерами для наших. Именно оттуда дерут те новости, которые переводят и публикуют у нас. Можете читать в первоисточнике, как правило, появляются на полдня раньше, чем у нас. Следующий блок ресурсов, который также рекомендую отслеживать, это блоги экспертов по безопасности. Выделил не всех, можно добавить сюда, наверное, еще до двух десятков наименований, но кого лично я бы рекомендовал. Алексей Лукацкий – самый известный, наверное, в России евангелист информационной безопасности. Несмотря на то, что работает в компании ЦИСКО на протяжении почти 20 лет, достаточно непредвзято относится ко всем, пишет очень о многих темах по безопасности, достаточно интересный живой язык. Михаил Емельянников, наверное, самый крутой в России эксперт по защите персональных данных. Пишет не так часто, но всегда очень по делу, поэтому если в вашу зону ответственности попадет тема персональных данных, читайте, извлекайте полезные уроки. Очень интересный автор. Сергей Борисов, практикующий человек, работающий в интеграторе, пишет очень много о встековской ФСБ нормативке. Следя за его блогом, всегда можно узнать о новинках нашего законодательства, о том, как это отражается на тех или иных процессах у заказчиков и тому подобное. Валерий Комаров – человек, который практически полностью сосредоточен на безопасности критической информационной инфраструктуры, такой новый фетиш в нашей стране, тренд на ближайшие 10-15 лет. Соответственно, пока идет разбор в основном нормативки, потому что реальной практики по этой теме пока немного, но тем не менее она уже появляется, поэтому советую тем, кто попадет работать в организации, имеющей значимые объекты КИИ, следить за этим блоком. И последний автор – Евгений Царев. Это человек, который занимается юридической практикой в области информационной безопасности, судебными процессами, исками и тому подобное. Достаточно интересная, но такая немножко узкая область, которую имеет смысл краем глаза мониторить, может пригодиться. Еще один документ, который всем рекомендую, он не столько обучающий, это набор лучших практик по безопасности инфраструктуры. Почему его рекомендую? Он называется «20 критических контролей». Куда бы вы ни попали работать, задач на вас всегда будет валиться значительно больше, чем людей в подразделении безопасности, в которые вы попадете, и чем больше ресурсов у вас. Ресурсов любого временного, физических сил, продуктов, которые вам дали в руки, денег на привлечение каких-то из исполнителей, всего всегда будет не хватать. Вот этот документ позволяет очень хорошо приоритизировать свои действия, чтобы получать то, что помогает достигать правила Паретта, когда 20% усилий, направленных в правильную сторону, позволяет получить 80% результата. Потому что нужно понимать, что есть в менеджменте два разных понятия – эффективность и результативность. По-английски они звучат почти одинаково. Эффективity и эффективность. Так вот, эффективный менеджер, если ему поручат копать яму, выроет яму с идеально ровными краями, с красивым отвалом, и все будет строго в букву в букву, как его учили. Результативный менеджер может вырыть яму хуже, но он вырыт ее именно в том месте, в каком надо. Для эффективного менеджера это правило работает не всегда. У вас будет очень красивая яма, но не обязательно там, где нужно. Именно вот такой документ позволяет рыть яму в правильном месте, когда вы свои ресурсы будете тратить на то, что приносит максимально большой результат. Документ существует достаточно давно, сейчас седьмая редакция, которая отличается от предыдущих тем, что ее начали делить там по масштабам компании. Потому что изначально это был документ, который вот говорил, что все должны делать как Газпром. Типа бюджет не ограничен, ресурсы не ограничены, делайте вот это все. Сейчас они смотрят на это более цинично, меркантильно, поэтому делят компании на малый бизнес, средний бизнес и крупные интерпризы. И соответственно выделяют те группы мер, которые по разным направлениям нужно делать в компаниях разного масштаба. Про сертификации. За рубежом сертификация по безопасности довольно здорово влияет на зарплату. В нашей стране такой прямой зависимости нет. Единственное, что, как бы вот есть два самых популярных за рубежом сертификата, это СИСПовский сертифицированный специалист по ИБ и ЦЕХовский сертифицированный этический хакер. Вот эти сертификаты котируются у интеграторов по информационной безопасности, которые участвуют в конкурсах. Поэтому если на каком-то этапе своей карьеры вы наметите свои стопы на работу к интегратору, имеет смысл задуматься о том, чтобы получить такую сертификацию. Там на ЦИСПу можно готовиться условно бесплатно, сдача экзамена, по-моему, сейчас 400 долларов. Чем не очень хорош, там примерно треть знаний, которые там нужно продемонстрировать, это американская нормативка, которая в нашей стране не работает. Но для того, чтобы сдать этот экзамен и получить статус, постараться, чтобы ее освоить, придется. Этический хакер, как бы вещь, которой самостоятельно подготовиться, практически невозможно. Чтобы сдать этот экзамен, нужно идти на курсы. Курсы читаются в России, читаются на русском языке, некоторым не очень большим количеством учебных центров, стоят достаточно дорого. Потому что, чтобы получить этот статус, нужно заплатить, могу чуть-чуть ошибиться, где-то 100-120 тысяч рублей стоит набор курсов для подготовки к сдаче к этому экзамену. Но еще раз повторюсь, это не самоцель, потому что на вашу карьеру она будет играть только в том случае, если идете работать к интегратору. Во всех остальных случаях может быть даже вредна, потому что вы сдадите на ЦИСПа, вы придете к работодателю, порвете рубаху на груди, скажите, я теперь стою вдвое больше, и получите пинка под зад, чтобы искали на рынке то место, где вам будут платить вдвое больше. Ну и завершая, несколько советов еще о том, что развивать в себе, что может вам пригодиться, не только как безопаснику, но и в первую очередь как безопаснику тоже. Коммуникационные навыки. Сегодня много говорилось о том, что вам придется общаться с людьми. Причем чем выше вы будете забираться по карьерной лестнице, тем меньше будете нажимать на кнопки и говорить с людьми. Поэтому боритесь со своей стеснительностью, слушайте курсы по ораторскому мастерству, читайте книжку. Например, в свое время Радислав Гондопас выпустил прекрасную книгу, которая называется «Камасутра для оратора». Найдите, почитайте, ее можно найти в интернете за бесплатно, не стал давать на нее ссылку, но тем не менее, такой литературы много, таких бесплатных курсов много, они помогают перебороть эту стеснительность. Чем больше вы будете это пробовать, тем легче вам это будет идти. Да, вы не избавитесь от волнения, но это не будет каждый раз шок, зажим и тому подобное. Вы сможете выступать на публике. Обязательный, на мой взгляд, навык – это управление своим временем. Личный тайм-менеджмент в условиях, когда у вас катастрофически не хватает того самого времени, становится критически важным для безопасника в первую очередь, но и для любой другой деятельности всегда. Учитесь, как бы, масса курсов, масса литературы, развивайте этот навык, он очень-очень пригодится. Про английский язык уже говорил, сейчас практически все новости, как бы, значимые для развития безопасника, они приходят к нам оттуда, несмотря на, там, тягу к нашему, к импортозамещению и прочему, все-таки нужно ориентироваться на лучшие практики за рубежом. Возможно, это поменяется, возможно, вы это еще захватите в ближайшие, там, 5-7-10 лет, скорее всего, так и будет. Ну и последнее, как бы, хотя вот смело можно двигать на самое первое место, русский язык. Вам, как безопасникам, придется писать огромное количество документов, инструкции, положения и тому подобное. Учить людей, если вы не сможете с ними общаться на грамотном языке, вот представьте, что вы там пришли, сейчас вам 22-23 года, вас посылают научить научить барышне из бухгалтерии 45+, не открывать фишинговые письма, не идти по фишинговой ссылке. Если вы будете с ними общаться так же, как с своими коллегами-тинейджерами, получите по башке, как бы, бухгалтерской папкой, в зарплату, как бы, чего-нибудь недополучите. Нужно уметь с ними разговаривать, для этого нужно, как это, следить за своей речью, учить те самые бюрократизмы, которые используются в документах и применять их в реальной жизни. На этом у меня все. Как обещал QR-код для скачивания презентации, надеюсь, как бы, те ссылки, которые я постарался собрать, будут вам полезны. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин